Добрый день. Сегодня мы поговорим о том, каким образом нужно заявить военкомате о своих, скажем так, серьезных самых заболеваниях, добиться того, чтобы направлено обследование и чтобы вследствие чего был законополучен военный билет. Потому что бывает нарушение какое? Когда военкомат из всего списка болезней выбирает самое мягкое, самое легкое и так далее, и умышленно направляет по самым легкому, игнорируя все самое серьезное. То есть в нашем случае самое серьезное заболевание это болезнь Бектерова как самое серьезное и катаракта глаз у нас есть и уид. То есть три заболевания, которые каждая само по себе освобождает от армии. Но военкомате, я так понимаю, что там проигнорировали? Что сказали про все заболевания? Да, мои болезни просто проигнорировали, хотя были принесены все заключения от врачей и направляют на обследование только по одному заболеванию, это грыжа межпозвоночная. Которые от армии не освобождают. Если у пациента, конечно, нет радикулопатии или каких-то селих-хорешковых синдромов. То есть врачи военкомате специально проигнорировали все самое тяжелое, как болезнь Бектерова еще раз, ну нет смысла в этом всем повторяться. И, я так понимаю, завтра дадут уже направление на обследование грыжи. Только по грыже получается. Соответственно, установка в направлении будет постоянно другая и другие заболевания, скорее всего, не будут раскрыты. Что делать в таких случаях нужно? Первым делом нужно письменно заявить военкоматное имя военкома, подать заявление о том, что я такой-то такой, страдаю следующими заболеваниями, перечислить их все, предложить копию медицинских документов, желательно заверенные копии медицинских документов, и что прошу их учесть во время мета-свидетельствования и направить меня на обследование. Потому что, так как мы слышим, здесь заболевания глаз есть, есть ревматические, хирургические заболевания, это все разные направления. То есть, направления одновременно дать не могут. То есть, отказаться сейчас от грыжи мы не имеем возможности, потому что это было злоупотребление права, поэтому обследоваться по грыже все равно нужно. Попытаться там заявить, скажем, в том отделении, что у меня еще существует болезнь Бехтерева, предложить все эти ревмопробы, заключение ревматологов и так далее, и так далее, и так далее. Далее, пройдет обследование, в идеале все-таки пойдут навстречу врачи и Бехтерева в этот вакт запишут, это в идеале. Если этого не будет, то заявление, которое вы подадите, что у вас есть заболевания глаз, в том числе и другие катаракты и так далее, будут являться основанием, чтобы вас потом направили уже по зрению. То есть, мы разбираем сейчас уловку военкомата, при которой они специально, еще раз уточню, направляют по той болячке, где будут в оконцовке категории А или Б4, где годным признают потом ее к службе, а все остальное проигнорируют. Если вы не заявите письменно в военкомате о том, что вы страдаете следующим заболеванием, ни в суде, нигде, вы потом не сможете вообще доказать, что вы жалобу это предъявляли. А игнор происходит вот с самого начала. Вот более подробно, про комиссию вообще, как все врачи проходили, что там было в военкомате? Первым делом меня направили к офтальмологу, там мне врач сказал, что так как вы не лежали два раза в год в течение определенного времени в больнице, то, следовательно, вы здоровы. После этого меня направили к хирургу, там хирургу тоже, я ему показываю все мои справки и заключения, она их просто откладывает, смотрит грыжу и дает мне направление на обследование грыжи и все. То есть заключение и бехтеревы, и катаракты все видели, акулисты и так далее, полностью предназначили. Потом, наверное, был старший врач, главный врач, да, что главный врач сказал по этому поводу? Главный врач, так же, как и хирург, она отложила все мои справки и взяла только грыжу. То есть все видели и все игнорировали, все три врача, собственно, видели все проблемы. Ну, то есть вот была какая-то установка. И что вам сказали, я так понимаю, являться на призывную комиссию, да, теперь или что, судно-правление получить или как? Да, в четверг-завтра мне надо заправлять направление и меня направляют на обследование. Ну, по выгодным им заболеваниям. То есть вот уловка. То есть сегодня же будут подготовлены заявления и до заседания призванной комиссии необходимо подать заявление о приобщении документов с просьбой, чтобы направлено обследование. Соответственно, сначала пройдете обследование по хирургии, но вы по этому отделению, попытайтесь добиться, что там болезнь Бехтера вам все-таки указали в заключении. Если не получится, то повторно потом будете направлены уже. Если все-таки проигнорируют и будут беспредел признают годным, то нужно подавать заявление в суд. И суд в любом случае спасет. И начиная с истории. Вот на прошлых медкомиссиях какую категорию поставили? На прошлых медкомиссиях мне оставили категорию А. Вот. С болезнью Бехтера вот так ставится категория годности А. И хорошо, что молодой человек заранее обратил на это внимание. Хуже было бы, если бы это было потом уже по результатам, потом судиться, чего-то доказывать и так далее, когда у вас нет доказательств о приобщении. Вот, собственно, акцент мы делаем на эту ситуацию. Будьте внимательнее, готовьтесь ко всему. Если нужна будет помощь, обращайтесь. Мы поможем обязательно. Как-то так.